Сразу после чемпионата мира в Милане ведущие белорусские мастера Байдарки Каной отправились в Бразилию, во-первых, чтобы посостязаться на местном грибном канале, а во-вторых, познать, насколько это возможно Рио-де-Жанейро и адаптироваться к местным условиям, климату, особенностям питания, выбрать место проживания. Рио. Чем было интересно наше пребывание в Рио? Это перелет, это формирование сна, это восстановительное понимание такого и опробование той местности, водной глади, на которой мы будем соревноваться. Значит, сразу скажу, не то, что я был как-то напуган и по СМИ, по всем каналам информационным, да, сложный водоем, очень сложный водоем. Роза ветров в режиме часа четыре раза меняется. Значит, сам водоем экологически носит характер такого опасного водоема. Все сточные воды, которые фильтруются якобы, они попадают в этот канал, ну и как-то в это озеро, и как-то его немножко заполняют. Поэтому экологический канал тоже, значит, попадает вода в глаз, глаз уже режется, режет глаз, значит, идут слезы. Значит, и сами водоросли, которые растут на этом канале, они тоже, они застилают вот все побережье, вот это все пространство. Значит, организаторы обещают в течение зимы года, значит, к августу 2016 года они все это обещают удалить. Ну, в чем мы, есть какие-то легкие сомнения. Знакомство с Гребенканалом было важно, особенно в данном случае, так как белорусы еще никогда не соревновались в Рио-де-Жанейро. Да и лагуна Родриго Ди Фрейта аж только приобретает очертания Олимпийской трассы для мастеров Гребли. Мы приехали на канал, просмотрели его, промерили все восемь дорожек, Олимпийские грузы по восьми дорожкам, значит, так лучше организаторам. И сами дорожки, почему, они немножко будут узковатые. Девять дорожек там не поставить. Поставить можно, но это уже будет немножко выходить за фарватер и за розы ветров, которые не будут прикрываться берегом. Ну, просмотрели канал, впечатление такое, по плотности воды неплохое. Ну, и так, значит, кто как серьезно настраивался на это выступление, значит, отдыхали все, два пляжа шикарнейшие там. И отдыхали все, загорали. И в то же время приходили и выступали на соревнованиях, показывая какую-то мобилизацию. Ну, и как мы выступили, я думаю, уже все знают, значит. Оля Худенко первая, Козырь первый, ну, ребята седьмой, шестой, восьмой, в финале все попадали. Но это было шоу. Чтобы у нескушенных зрителей не возникало мысли о праздности наших грибцов на состязаниях, поясним, что предолимпийская неделя носила скорее ознакомительный, а не соревновательный характер. Хотя все зависело от спортсменов. Те же Ольга Худенко и Артем Козырь одержали победы должным образом, подготовившись к своим гонкам. Или, скажем иначе, сумев адаптироваться к местным условиям лучше других белорусских грибцов. Победила Оля, значит, настраивалась на победу спортсменка из Венгрии. Значит, Оля, она финишировала в Милане второй, я думаю, Олина место должно было быть второй, тоже третий в Милане, значит. Положить весло, это роза ветров такая, значит. И поэтому Оля настраивалась серьезно. Мобилизация мне присутствует, допустим, состояние не отвечало, может быть, каким-то нужным кондициям, значит. Но мобилизация Олина мне понравилась, значит. Она финишировала первой. Козырь Артем тоже финишировал первой. Мобилизация мне очень его импонирует. Он тоже отдыхал, как и Оля, но о мобилизациях. Но вот кто переотдыхал немножечко, и мобилизация вроде тоже присутствовала. Но спортсмены тоже смобилизировались с остальных стран. И поэтому вот такие у нас и заезды. Но никто не ставил с собой каких-то задач, завивание медалей, значит. Еще раз просмотреть водоем, понять, что это такое. И всю зиму готовиться к этому финишному, к этой финишной Олимпийской прямой. Уже сейчас можно назвать те виды программы, в которых белорусские грибцы на байдарках и каное могут завоевать Олимпийские медали. Пока все, что видно мне просматривается по сезону, не могу хворить и хвалить. Значит, сегодня так ярко просматривается Козырь. Я думаю, просматривается женская четверка. Просматривается, я думаю, одна из женочек женских. Или 200, или, я думаю, кто их соизволит, или наберет нужную кондицию полтора. Я думаю, с ней будем эти вопросы решать. Ну, значит, просматривается у нас еще байдарка двойка, тысячная. Я думаю, мобилизация произойдет, значит. И, я думаю, просматривается будет канойная двойка тысячу метров, братья Богдановича. Там мобилизация, которая им присуща. Значит, сейчас, значит, конечно, сложно им по восстановлению идти. Потому что спортсмены построили свою стратегию тактики подготовки только на мобилизацию. Значит, два раза сделать в году мобилизацию у них в этом сезоне не получилось. Европейские игры и шесть недель оставалось до чемпионата мира, значит, не получилось. Поэтому, я думаю, должно получиться. Ну, шесть-восемь финалов, три медали обещаем стране. Только прилетев из Рио-де-Жанейро, Владимир Владимирович окунулся в рабочие будни. И если у спортсменов есть небольшой отпуск, то у их главного тренера времени на паузу нет. Он всегда в движении, всегда стремится к совершенствованию. Но как же иначе, когда цель – победа на Олимпийских играх. А за спиной армия белорусских болельщиков, которая верит в своих любимцев и всеми силами поддерживает их. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова